МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это программа экстренный выезд в студии Георгий Розуваев. Сегодня мы расскажем о самых заметных происшествиях, случившихся в Омнинске и ближайших городах. В сегодняшнем выпуске. Абонент недоступен. В Наукограде кассир одного из сетевых супермаркетов присвоил денежные средства работодателя и на следующий день не вышел на работу. Следователи города Омнинска проводят проверку по факту обнаружения трупа мужчины в одной из квартир дома номер 10 по улице Аксенова. Аферисты на проводе. На удочку мошенников попалась пожилая жительница Наукограда, лишившись денежных средств. Также вы узнаете и о дорожно-транспортных происшествиях в городе Обнинске и его окрестностях. Это и многое другое смотрите через несколько секунд только в нашей программе на телеканале Обнинск ТВ. Полиция объявила в розыск водителя, который вечером 23 мая в Обнинске на проспекте Маркса в районе дома номер 45 сбил 12-летнего мальчика, переходившего проезжую часть по зебре, на зеленый сигнал светофора. Со слов очевидцев, водитель заявил окружающим, что сам доставить школьника в больницу, посадил его в машину и уехал в неизвестном направлении. По предварительным данным, мужчина передвигался на автомобиле по городу около 40 минут, после чего высадил мальчика в районе школы номер 9, так и не доставив его в медицинское учреждение. О своем местонахождении ребенок сообщил маме по мобильному телефону. В результате в больницу школьник приехал с мамой и был госпитализирован. Сообщения очевидцев принимаются по телефону 8 48 439 6 24 20 или 02. 28 мая в Обдинске началось сразу с нескольких дорожно-транспортных происшествий. Уже в 8.30 утра поступил сигнал с улицы Курчатова, 66. Во дворе не смогли разъехаться две иномарки – Рено и Хюндай, под управлением представительниц прекрасного пола. Кто должен был уступить дорогу, установят сотрудники госавтоинспекции. Участники дорожного движения не пострадали. Буквально через полчаса водитель за рулем грузового авто, заехав в один из дворов на улице Гурьянова, слегка поцарапал бампер, припаркованный иномарке «Ауди». По словам водителя, допустившего столкновение, места для маневра на довольно узком участке дороги было мало, и он просто не смог правильно рассчитать дистанцию. Неудачно начался день, и у владельцев вот этих машин, которые столкнулись на проспекте Маркса. По предварительным данным, мужчина за рулем автомобиля марки «Лада Веста», заехав на круг, остановился вместе с потоком машин. В это время водитель Крайслера, следовавший в этом же направлении, видимо, предположил, что впереди идущая машина продолжит движение, и, не угадав маневр, врезался в заднюю часть кузова. Инспекторы, которые прибыли чуть позже, осмотрели повреждения машин и составили протокол. А ближе к вечеру на стоянке у торгового центра, что на проспекте Маркса, водители иномарк японского производства начали синхронно сдавать назад, не заметив друг друга и в результате чего попали в довольно неловкую ситуацию. Оба автомобиля повреждены несущественно. Далее неприятный инцидент произошел по адресу Кобицинская, 11А, на территории парковки одного из сетевых магазинов. Пожилой водитель за рулем автомобиля «Москвич» поставил машину на нейтральную передачу, чтобы съехать назад и развернуться. К сожалению, он не заметил, что позади машины стояла женщина, которая не успела среагировать на сложившуюся ситуацию и чуть было не угодила под колеса. 66-летняя гражданка отделалась испугом и ушибом левого плеча. Сотрудники скорой помощи госпитализировали пострадавшую в больницу для дальнейшего более детального осмотра. С наступлением весенне-летнего периода многие граждане используют двухколесные транспортные средства. Также в этот период увеличивается и количество краж. Злоумышленники пользуются беспечностью владельцев, оставляющих свои велосипеды в подъездах, на территории у входа в здания организации и магазинов, зачастую без использования блокировочных устройств. Тросовые замки или сигнализации являются лишь временным препятствием на пути у граждан, желающих обогатиться чужим имуществом. Поэтому единственный и гарантированный способ защиты от кражи – не оставлять вещи и двухколесный транспорт без присмотра. Если все же велосипед приходится оставить даже на непродолжительное время, то обязательно пристегните его надежным велозамком, пристегивая его к ограждению, перилам или иной конструкции. Убедитесь в ее надежности и устойчивости. Желательно оставлять велосипед в поле зрения камер видеонаблюдения, если таковы имеются поблизости. Также не стоит доверять присмотр за велосипедом незнакомым людям. Помните, сохранность вашего имущества в первую очередь зависит от вашей осмотрительности и внимательности. Будьте бдительны и берегите свое имущество. 29 мая в полицию поступил тревожный сигнал из сетевого магазина, расположенного по адресу Маркса, 114. С заявлением обратился местный предприниматель, который сообщил, что вечером на одной из сказ при проведении сверки им была обнаружена недостача денежных средств в размере чуть более 5000 рублей. При просмотре записей с камер видеонаблюдения, установленных в торговом зале, было зафиксировано, что один из сотрудников во время отсутствия покупателей открыл кассовый аппарат, достал деньги и присвоил себе. На следующий день он не вышел на работу и на звонки не отвечал. В настоящее время личность подозреваемого установлена, сотрудники полиции устанавливают его местонахождение. Около полудня на улице Победы возле дома номер 20 произошла небольшая авария. По предварительной информации, автоледи за рулем Сузуки, увидев свободное место, решила припарковать свой автомобиль. Но, по всей видимости, не рассчитала маневры, задела впереди стоящую опель. Пятое отделение МРЭО ГИБДД УМВД по Калужской области напоминает гражданам о том, что, обратившись через госуслуги для обмена и первичного получения водительского удостоверения, вы можете получить скидку 30% за оплату госпошлины, а также выбрать удобное для вас время. Последний день мая также не обошелся без происшествий. В 8.30 утра на северном выезде из города столкнулись три автомобиля. В час пик на мосту образовалась значительная пробка. По предварительным данным, водитель за рулем отечественной легковушки марки «Лада Ларгус» остановился перед потоком машин. И в этот момент произошел удар в заднюю часть кузова от иномарки «Форд». А следовавший за «Фордом» владелец автомобиля «Лада Гранта», к сожалению, тоже не успел нажать на педаль тормоза. Этот случай в очередной раз показывает, как спешка и невнимательность водителей приводят к печальным результатам. Спустя полчаса на круговом движении «Севен Авто» произошло небольшое дорожно-транспортное происшествие. Владелец иномарки «Ауди» остановился пропустить поток машин, а следовавшая за ним женщина на «Ке», видимо, не ожидала такого маневра и допустила столкновение. В 10 утра на перекрестке улицы Горького-Мигунова столкнулись отечественная легковушка и иномарка. Повреждения двух автомобилей – незначительные, более точные детали предстоит выяснить сотрудникам ДПС. И снова о происшествиях на дорогах, которые произошли в понедельник 3 июня. В первые половины дня было зафиксировано небольшое ДТП на пересечении улиц Борисоглебская-Славского. По предварительным данным, аварию спровоцировал водительный Рено, который, выезжая на главную, не уступил дорогу автомобилю марки «Опель». Медицинская помощь никому не потребовалась. Во второй половине дня на остановке музыкальная школа дорогу не поделили микроавтобус марки «Пежо» и легковушка «Форд». К счастью, ни водители, ни пассажиры не пострадали. В течение некоторого времени движение на данном участке дороги было затруднено. С наступлением жарких дней многие предпочитают отдыхать у водоемов. Плавание, рыбалка, игры, воде, катание на лодках, гидроциклах и многое другое. Но, к сожалению, вода может доставлять не только удовольствие, но и привести к трагическим последствиям. С наступлением купального сезона, особенно если лето выдается жарким, резко возрастает приток отдыхающих к воде и, соответственно, увеличивается количество несчастных случаев даже на самых безопасных мелких городских водоемах. Основными причинами несчастных случаев по-прежнему остаются купание в состоянии алкогольного опьянения – 70% и купание в запрещенных местах – 95%. Нарушители создают большие проблемы спасателям и, в первую очередь, самим себе. Каждый может оказаться в ситуации, когда исключительно от его умелых действий будет зависеть его жизнь и жизнь рядом находящегося человека. Поэтому полезно вспомнить основные правила безопасности поведения на водоемах и способы помощи утопающим. Помните, соблюдая эти несложные правила, вы обезопасите себя, своих родных и близких от непоправимых последствий. Утро вторника, 4 июня, началось с дорожных происшествий. В 8.30 утра на 109-м километре Киевской трассы произошла авария по вине пешехода. Мужчина перебегал дорогу в неположенном месте. В это время со стороны Москвы в его направлении двигался автомобиль марки «Митсубиши». Водитель иномарки остановился, чтобы пропустить пешехода. Однако водитель за рулем грузовика «Ман» не успел среагировать на сложившуюся ситуацию и на полном ходу врезался в легковушку. К счастью, трагедии не произошло. В результате аварии повреждения получили только транспортные средства. Неудачно начался день у владельцев иномары Квопеля «Ниссан». В 10 часов местом аварии стала территория студенческого городка. По предварительным данным, водитель за рулем автомобиля марки «Ниссан», выезжая задним ходом, не заметил проезжающий за ним «Опель» и допустил столкновение. В 17.30 на проспекте Маркса было зафиксировано еще одно дорожное происшествие. Владелец автомобиля марки «УАЗ», двигаясь в среднем ряду, решил перестроиться вправо, чтобы повернуть на улицу Кобицинскую. Но, к сожалению, не заметил, что по этой полосе уже двигалась легковушка «Опель» и прижал ее к обочине. Во время выяснения обстоятельств случившегося движения на данном участке дороги было частично парализовано. А вот какими событиями запомнится среда, 5 июня. Расскажем прямо сейчас. Следователи города Обдинска проводят проверку по факту обнаружения мертвого мужчины в одной из квартир дома номер 10 по улице Аксенова. Тревожное сообщение поступило 5 июня в 16.00. По словам знакомых и соседей, мужчина уже два дня не выходил на связь. Стражи порядка осмотрели квартиру и обнаружили в комнате окровавленное тело. На данный момент назначена судебно-медицинская экспертиза. Правоохранители опрашивают родственников погибшего, чтобы установить причину смерти. 5 июня в дежурную часть Наукограда поступило сообщение с проспекта Ленина, 188. Сотрудница детской поликлиники сообщила, что она вышла из кабинета в 12.30 и закрыла дверь на ключ. Вернувшись в 4 часа дня, обнаружила, что дверца сейфа плохо открывается. По ее словам, личные вещи остались на месте. Возможно, что преступника кто-то спугнул. В настоящий момент проводятся следственные мероприятия по факту данного инцидента. Далее на проспекте Ленина, 174А, врезались две иномарки. Водитель за рулем автомобиля марки «Ниссан», выезжая с прилегающей территории, не заметил автомобиль марки «Тойота», который двигался по главной. Сила удара была небольшой, поэтому медицинская помощь участникам ДТП не потребовалась. На территории клинической больницы не разъехались также две автоледи на иномарках. По предварительным данным, девушка за рулем «Шевроле», выезжая с задним ходом с мест стоянки, не заметила «Опель» и допустила столкновение. Одним из распространенных видов преступлений, регистрируемых на территории региона, являются мошеннические действия. Жертвами, как правило, становятся лица пожилого возраста. Чаще всего подобные преступные посягательства совершаются в одиночку либо вдвоем. Преступники заходят в квартиры граждан под предлогом оформления документов на получение пособий или социальных выплат. Приобретение продуктов питания по дешевым ценам представляются сотрудниками различных социальных служб САБЕСа, военкомата, ГУРГАЗа и т.д. В процессе ложного оформления документов, беседы, других действий отвлекающего характера злоумышленники тайно похищают ценные вещи, находящиеся в квартирах потерпевших. Кроме того, полиция обращает внимание граждан на новый вид мошенничества. В ряде регионов отмечены случаи, когда злоумышленники пытаются проникнуть в квартиры одиноких пожилых людей, представляясь их дальними знакомыми, родственниками, приехавшими ненадолго, погостеть. Чтобы не стать жертвой мошенников, не соглашайтесь на предложение случайных людей погадать вам, снять порчу, избавить от наложенного на ваших близких заклятия. Не пускайте в квартиры незнакомых лиц, представляющихся работниками коммунальных и социальных служб, если вы предварительно не вызывали их к себе домой. Не верьте телефонным звонкам о том, что ваши родственники совершили ДТП или преступления, и которых можно за деньги избавить от ответственности. Не передавайте сбережения посторонним лицам. Не соглашайтесь и на предложение обменять ваши деньги на новые купюры. Уважаемые граждане, будьте осторожны. В четверг за помощью к стражам порядка обратилась пожилая женщина, которая пострадала от действий мошенников. Днем 6 июня в квартире раздался звонок с городского телефона. Когда пенсионерка взяла трубку, неизвестный голос сообщил, что якобы за давнюю покупку лекарств женщине полагается довольно хорошая компенсация. Чтобы ее получить, нужно перечислить процент в размере 16 тысяч рублей на указанный счет, после чего на ее счет поступят 500 тысяч рублей. Бабушка незамедлительно поехала в банк и совершила необходимые банковские операции, но обещанные деньги так и не поступили на ее счет. Почувствовав неладное, она позвонила в полицию и сообщила о случившемся. В настоящий момент ведется сбор необходимой информации и розыск подозреваемых. В этот же день поступило сообщение и о ДТП, произошедшем по адресу Красных Зорь 6. На этом участке дороги столкнулись и на марках «Хонда» и отечественная легковушка в марке «Лада». Повреждения двух автомобилей незначительные. Более точные детали предстоит выяснить сотрудникам ДПС. Вот и все на сегодня. Не забывайте заходить на наш сайт, где вы всегда найдете выпуск программы «Экстренный выезд» и другие передачи телеканала «Умнинск ТВ». Адресная строка в интернете – умнинсктв.ру. А если вы стали очевидцем ДТП или другого происшествия, сделайте видеосъемку или фотографии, отправьте в группу Viber, либо администраторам этой группы. За материалы, которые войдут в эфир программы, на ваш мобильный телефон будет произведена оплата в размере 200 рублей. Наш телефон Viber – 7953-469-4191. Берегите себя и до встречи! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова